Сейчас будет пересказ фильма «Удачи Чак». Приятного просмотра. Во время игры в вращение бутылочку, на вечеринке в 1985 году, 10-летний Чарли Чак отвергает любовную ухаживание девочки Гота по имени Аниша Карпентер. В отместку Аниша накладывает на Чака заклятие, говоря, что если любая девушка была с ним, то она никогда не выйдет за него замуж. В настоящем времени Чак – успешный стоматолог, ведущий практику в офисе напротив, в классической хирургии своего лучшего друга Стю. Во время любовной близости с своей девушкой Карел, Чак не может ответить, что тоже любит ее, что побуждает ее немедленно порвать с ним. После Стю и Чак посещают свадьбу одной из бывших подружек Чака Кэти. Во время приема Кэти поднимает тост за то, что Чак – ее счастливый талисман, что вызывает интерес у его соседок по столу. Чак влюбляется в Кэм Векслер, необычайно и неуклюжую, но привлекательную дружелюбленную пингвиниху, работающую в парке морских млекопитающих. На следующий день в офисе Чака полно женщин. Он спрашивает Стю, не изменилось ли в нем что-нибудь. Они также узнают, что Карел помолвлена благодаря тому, что Чак – счастливый талисман. Вечером у вас путинца хочет заняться с ним любовью из-за талисмана, но ему звонит Кэм, которая сломала зубы во время несчастного случая на выставке пингвинов. Он помогает ей чинить зуб, но вместо того, чтобы принять денежную плату, приглашает ее просто на ужин. Но Кэм отказывается, так как эмоционального не готова. После вернувшись домой, он обнаруживает, что у секретарша Рэба пришла к нему в надежде, что он станет ее счастливым талисманом. После Стю советует Чаку больше заниматься любовью без чувства вины. И Чак так и делает. Однако все он еще испытывает чувство Кэм и приглашает ее на свидание. Их отношения углубляются, но когда Стю звонит Чаку и говорит, что все женщины, с которым Чак спал, вышли замуж, Чак не выдерживает и просто уходит. Позже Стю и Чак проверят проклятие на уродливой и тучной женщине по имени Леонора. Тем временем Чак притворяется больным и поддерживает отношения с Кэм по телефону и с помощью компьютерной связи. Заметив, что Леонора никого не видит, Чак заставляет Стю пригласить ее на свидание. После того, как Стю подтверждает, что он сделал это и что Леонора не влюбилась в него, Чак спешит к Кэму и они занимаются любовью. На следующее утро, когда Чак видит по телевизору Леонору, счастливо отцелующая с другим мужчиной, он в гневе звонит Стю, который признается, что только что притворился, что пригласил ее на свидание. Беспокоясь, что Кэм теперь найдет свою настоящую любовь, Чак душит ее все более разрядающими способами, пока Кэм в конце концов не бросает его. Во время разговора с Рэбой, Чак видит бутылку, крутящуюся на земле. И после они со Стю находят дома Аниши. Чак просит Анишу снять проклятие, но она объясняет Чаку, что проклятие не было настоящим и что ее любовь в те времена была просто детской влюбленностью. Она советует ему отпустить девушку, которую он интересуется, если он действительно ее любит. Позже Чак устраивает для Кэма встречу с Говардом Блейном, автором книг о пингвинах, которым Кэм восхищается. Позже Стю его новая трехгрудая невеста Лара сообщает Чаку, что Кэм отправляется с Говардом в Антарктиду. Чак летит туда и застает ее в самолете, и умоляет не ехать, но Кэм объясняет, что вернется в среду и поедет как с Говардом, так и с его женой. Он оставляет ей коробочку с кольцом и камешком, отсылка к предыдущему разговору о том, как пингвин будет ухаживаться из спутницы жизни. После Кэм зовет Чака обратно, и они целуются. Тем временем Аниша достает свою старую детскую оккультную шкатулку и вынимает булавку из куклы Вуду Чака. Год спустя Чак и Кэм вместе находятся в Антарктиде и смотрят на южное сияние в окружении пингвинов. Во время заключительных титров Стю и Лара находят любовное видео с участием Чака, Кэм и чучела пингвина. И на этом все. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите свои мысли в комментарии. Также посмотрите эти видео. Я желаю вам хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok